Портреты Мы можем взять за идеалы Леонардо да Винчи, например, и всю жизнь стремиться достичь тех же высокомастерства, что и он. Но, естественно, все эти попытки обречены на провал. Если вы гонитесь за Леонардо да Винчи и при этом вы особо чувствительная натура, то вы просто можете в конце концов оказаться в психушке с этой навязчивой идеей. Или, если вы не такая чувствительная натура, вы можете просто растерять свою мотивацию, чего допустить никак нельзя. Вы никогда не сможете победить Леонардо да Винчи, но вы всегда сможете победить самого себя. И сегодня я хотела бы поделиться с вами своими победами над самой собой. Я закончила институт в 2009 году и практически сразу начала подрабатывать портретами. На самом деле это громко сказано, потому что заказчиков практически не было. По портрету раз в полгода. Тогда всю мою работу можно было описать одним словом. Стыд. Мне было стыдно перед всеми, с кем я училась, за то, что я занимаюсь рисовками с фото. Мне было стыдно перед заказчиками, за то, что я беру с них деньги. Мне всегда казалось, что я беру слишком много, а начинала я, кстати, с 500 рублей. И, наконец, я испытывала стыд перед самой собой за свою творчество. Я была очень уверена в своих способностях. И надо сказать, сейчас, смотря на эти работы трезвым взглядом, я действительно могу сказать, что они были похожи на не очень аккуратные наброски. И на самом деле я не хотела заниматься портретами. Мне это было очень некомфортно. Но каждый раз, когда приходил новый заказ, я соглашалась, потому что не могла отказаться от дополнительного дохода. Получилось так, что я училась делать портреты на заказ в то время, когда уже брала заказ. Возможно, было бы лучше перед тем, как брать первые заказы, хорошенько отточить свое мастерство. Но, во-первых, я изначально не думала, что так серьезно буду этим заниматься. Я думала, повалуюсь и брошу. А, во-вторых, я бы упустила другую сторону работы, которой тоже нужно обучаться. Это сторона общения с заказчиком. Изначально я рисовала портреты и отдавала заказчику без рамки. Я просто приносила на встречу листок с рисунком. У меня не было пакетов для портретов, рамок для портретов, визиток не было, сайта. И даже толкового портфолио. Кроме того, я была излишне вежлива. Я была готова брать на себя огромный объем работы в обмен на туманное обещание. В общем, было очень много ошибок. Со временем я начала обрастать правила. И за каждым правилом, поверьте, стоит очень неприятная история. Моя любимая поговорка. Если человек обманывает тебя один раз, виноват этот человек. Но если этот человек обманывает тебя второй раз, виноват уже ты. Поэтому очень важно делать выводы и вести себя соответственно этим выводам. В общем, я не жалею, что сразу взялась за заказы. Это был очень полезный опыт. Ну, фактически, я училась на своих первых заказчиках. Но, чтобы оправдаться немножко, я скажу, что я брала с них действительно символические деньги. Меня иногда упрекают в том, что у меня бедное портфолио. На самом деле, на компьютере у меня есть большая папка, которая включает все портреты, которые я только нарисовала и успела сфотографировать. И если выложить все эти портреты, то портфолио будет более чем внушительным. Но я развиваюсь, меняюсь, и поэтому мое портфолио тоже должно меняться. Я периодически чищу свое портфолио от устарелых работ. Недавно произошла очередная чистка, работ стало совсем мало, но я надеюсь, что это ненадолго. Сейчас я сама вижу в своих работах определенный прогресс. Я двигаюсь в сторону реализма, более приглаженной картинки. При этом я не использую технику сухая кисть, которая могла бы снизить время, затрачиваемое на работу. Но мне кажется, что штрих это более интересный и более функциональный инструмент, чем растирка. Хотя он и не позволяет быстро и равномерно покрывать пространство. Соответственно, время, которое я теперь трачу на портрет, существенно увеличилось. То, что раньше я отдавала как готовую работу, сейчас является только половиной работы. Но я чувствую, что это не конечный этап, а возможно через год, через два я буду смотреть на те работы, которые я делаю сейчас, и они мне уже не будут так нравиться. Для того, чтобы записать этот ролик, я подняла самые старые архивы. Я не знала, что все было настолько плохо, я уже забыла об этом. Мне стало очень стыдно. У меня такое ощущение, когда я смотрю на эти портреты, мне кажется, что я рисовала их в темноте. Но я решила видеть в этом позитивную сторону, ведь это вещественное доказательство того, что я не стою на месте. Самый главный совет, который бы я дала начинающей Владе, побольше работы. Я долго стояла на месте, потому что не хотела работать над собой в этом направлении. Просто не хотела понимать и осознавать, что портреты это надолго. И что интересно, когда я получила это сообщение о том, что я не настоящий портретист, я как-то возмутилась. И потом удивилась сама от себя, потому что долгое время я отрицала и всем своим знакомым говорила, нет-нет-нет, это не серьезно, я не портретист, я занимаюсь совсем другими вещами. Но сейчас я понимаю, что уже довольно далеко зашла в свои обходы. И еще один совет, который бы я дала Владе из прошлого, он касается общения с заказчиками. Всегда бери предоплату. Все остальное это частности и мелочи. Я делаю это видео для людей, которые хотят начать работать на заказ. Если я решилась со своими работами, то у вас тоже все получится. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok